Нет, друзья, нет большого разнообразия в культурной программе, когда к нам гости приезжают в Санта-Крус из разных мест. Вот мы идем на такое местное поле, и здесь в данном случае займемся клубничкой. Хотя тут много чего есть, и не только цветочки, а тут и вообще, когда помидоры есть, они совершенно изумительные. Я, кстати, не знаю, есть ли уже помидоры, наверное, рано еще. Свет, как думаешь, помидоры есть? Рано. Ну, посмотрим. Значит, помидоры потрясающие. Ферма вся органическая, сертифицированная, со всеми прибабахами. Я вам больше скажу, здесь вот буквально метров 300 отсюда находится здание, в котором сертифицируют, в котором все сертифицируют. Нет, не брали. Сейчас надо будет... Да, корзиночки не взяли, сейчас посмотрим. Друзья, это лаванда. У них сушится лаванда здесь. So you make sure it dries up right here? Yes, we dry it here and then we sell it. Oh, that is the way you dried up. Yes. Пахнет просто сказочно. Вот, друзья, мы на грядке. Тут есть клубничка, есть грех жаловаться. Хотя, вот видите, вот эту птичка, например, поела. Мы не будем с птичками тут соревноваться. У меня с собой водичка есть. Знаете, блогеры, друзья, не любят подавать детям плохой пример. А нас смотрят дети зачастую. Поэтому мы все делаем культурно. Вот водичка, вот ягодка, пожалуйста. Вот ягодка. Так, сейчас мы ее помоем. Ну, может быть, вы процесс мытья не увидите, но вы поверите мне на слово. Вот, пожалуйста, друзья, вы видите, клубничка мокрая. Только что помыл. У меня глаза слезят на ветру. А сейчас я ее съем. Или, как говорят, зъим. Вот я ее зъил. Хорошую, чистую, органическую, свежую клубничку. Дети, берите пример с дядей Мишей. Вы видите, друзья, вашего блогера, слезы счастья на ветру. Ну, они... Так, знаешь, что, Ласточка, иди-ка сюда, Влада, иди сюда. Ну, Света, покажи, что у Влада в лукошке. Так хорошо, она просто собирала. Хорошо, хорошо, в лукошке. У меня неплохо. У тебя тоже неплохо. Что мы сейчас будем делать? Мы будем с тобой снимать на видео... Так, берет и ягодку, и я ягодку. Я хочу ягодку. И Светлана берет ягодку. И мы их поливаем. Друзья, давайте, сгрудимся на пятачке. Все поливают, все моют свои ягодки. Так, помыли. Вот, да, Света, вот, показали на камеру. Вот, вот, вот. И теперь, друзья, мы с Владой... Давай. Мы стоим москвичей, правильно? Ты москвичка? Угу. Все. Вот, москвичи, друзья, съедают клубнику. Вкусно. Вкусно. Дачная клубника. У нас на даче под Москвой, друзья, у родителей была дача. Давай по одной. Все так, объединяемся. У родителей под Москвой, не доезжая из Серпухова, две остановки. Была такая станция, потому что сейчас есть шараповая охота. Сеточка, опусти немножко, нет? Шараповая охота. И вот там. Какие места, какая клубника, какая дача. Какие воспоминания. Мысленно переношусь в тот возраст, в котором сейчас Влада. А ведь я не хотел помогать маме на грядке. Я тоже. Я тоже. Потому что ты сейчас бы ничего не делал, просто мы приходим, тут все готово. Но я все время любила землянику сажать. Правда? Клубнику или землянику? Землянику. А у меня мама выросла, и папа тоже у них был. У папы был собственный дом там, под Житомиром. А у мамы, ее молодость прошла на Донбассе, Енакиево, Горловку, вот в тех местах. Она всю жизнь любила все сажать. Вот. И во мне эта вот часть тоже присутствует. Я люблю это есть. Я и тогда любил это есть. Очень честно, по-моему. Да, ну, если кто-то любит сажать, то кто-то должен есть тоже. И значит, бессмысленно становится сажать. Это совершенно правильно. Вот. И так как-то... Какой-то особый смысл появляется в том, чтобы сажать. Да, если кто-то готовит, то кто-то должен кушать. Конечно, а иначе зачем готовить, правильно? Я вот думаю, что я это все ем? Хорошо ли это для меня? Ну, хорошо, хорошо. Иногда немножко, давай, по-последней сейчас добиваем. Добиваем, домываем. Все так. Ну, а водичка тепленькая, друзья. Тепленькая водичка. Эта водичка тепленькая, по сравнению с тем, как здесь холодно. Да. А что холодно злое лето? А если мы стихаться здесь так еще рядом с ним? Нет, на самом деле, друзья, я вам хочу сказать, что вот в этот год настоящая наша калифорнийская погода такая, как должна быть. Я уж не знаю, обычно в это время очень жарко. Вот. Необычно, нет. Это последние лет пять было действительно очень жарко. Но наконец-то, вот сейчас в долине, вот Лариса сказала, что в долине жарко, светит солнце, а у нас здесь пасмурно и прохладно. И это то, вот ради чего все это имеет смысл. Потому что когда здесь жарко и там жарко, так что сюда ездить? Да. Совершенно правда. Вот. А так вот получается, что... Ну, так должно быть, но, к сожалению, мы не властны природой уже, как получается, так получается. Все, друзья, должно быть именно так. Как-то, говорится, утром выпил, день свободен. Да. На встрече дома. Да, а мы, в смысле, утром поел клубнички, до обеда отдыхай. Те, кто смотрит наш канал регулярно, знают, друзья, что не каждый день, но иной раз у нас на канале доходит и до клубнички. Вот, друзья, лук. Казалось бы, лук и лук. А ведь как называется? Каберне. Понимаете? Лук, каберне. Ну, может быть, потому что головка красная даже, я не знаю. Прям хочется выпить под такой лук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова